Ребята, всем огромный привет! Мы отправляемся на море. Поехали вместе с нами. Папа, скажи привет! Всем привет! Поедем, посмотрим, какая там погода, какая вода. Потому что в последнее время мы не ездили, потому что температура воды была 29 градусов. Абсолютно не чувствовала свежести. Ну вот, решили сегодня проведать моречко. Потому что давно уже не были. И сейчас дело в том, что уже такие ночи кайфовые. Можно уже круто, спокойно спать и не включать кондиционер. А под утро вообще уже хочется даже прикрыться легенькой простынкой. В общем, поехали с нами. Посмотрим, как там, что там и отметимся. Все, поехали! Вот, наш любимый вот так город, вот так вот называется. А тут спрашивает, типа, Станатаня, с какого ты города? С какого ты города? И я уже сто раз говорила, и вот теперь вам показываю. Живем мы в городе Аликанты. Где будет место в парковке? Где будет, там и отметка не будет. Так, ребята, мы приехали на море. Вот такая вот у нас красотень. Народу уже мало. Вот так вот классно. Только единственное, опять этот ветер будет шуметь. Опять будут девочки говорить некоторые, что плохо слышно. Простите, мои хорошие. Не знаю, хоть на лбу пешие. Вечерно забываю микрофон на улицу с собой брать. Что-то такие волны. Как-то так. Не очень. Мои мальчишки впереди идут. Удобненько, что видите, дорожка такая деревянная. Не надо лепсти по песку. Так, давайте попробуем с вами водичку. Водичка вроде бы чистенькая. Немножечко вам шум моря. Водичка тепленькая, теплая. Посвежее, конечно. Но я думаю, что градусов, наверное, 25 точно есть. Все, мальчишки пошли дуреть на волны. Супер. Вот так вот пошла теперь я раздеваться и тоже пойду купаться. Мои мальчишки вон купаются. Я решила с вами поболтать. Вот, на песочке. Так как нам на море недолго осталось купаться. Потому что с 7 сентября у нас начинается школа. Слава Богу, с одной стороны, потому что уже дети засиделись дома. Уже тут и учатся. Но, правда, не знаю, как и что. Потому что завтра 1 сентября. У меня до сих пор ничего не готово. Так как мы хотели перейти в другую школу. Дали запросы. Ну, дали документы в две школы. Но до сих пор так и нет ответа. 7 числа ребенку идти в школу. А мы не знаем, что и куда. Это, конечно, плохо. Но у них дело в том, что август месяц это полные каникулы. И хоть трава не роди. И вообще абсолютно ничего не интересует. Но надеемся, что завтра нам уже дадут какой-то ответ. Так как я не покупала ни книги, ни форму. Абсолютно ничего. Да, у Данила в школе форма. И книги мы тоже покупаем сами. Плохо в том, что книги надо заказывать. Там специальные номера. Там нет такого, что ты пошел в магазин. Пустил, допустим, ребенку книги. И все. Нет, делаешь заказ. Этот заказ обрабатывается в течение недели, двух. Даже бывает в трех. И получается, что ребенок в первое время будет учиться без книг. Но книги я не могла купить. Потому что вдруг бы нас перевели в другую школу. От каждой школы свои учебники. Книги стоят далеко не 20-30 евро. А 300, 350, 400 в зависимости от книг и от количества. Ну, 300 евро на книги надо започить. Так что вот так вот. Через неделю школа. Мой ребенок не готов. Ну, ничего. Я надеюсь, что все-таки нас возьмут наконец-то в новую школу. И все будет хорошо. Хотя мы очень довольны своей этой школой. Ну, как довольны. Там прекрасные дети. С первого дня, как он приехал в Испанию. Его коллектив принял просто великолепно. Так, в общем, вроде бы он испанец. И у него никогда не было языкового барьера. И, ну, в общем, все хорошо у него было. У него шикарный классный руководитель. С которой будет, конечно, очень-очень жалко расставаться. Так как она действительно прям как друг, знаете, вот наша, а не как преподаватель. Но почему мы решили поменять школу? Да потому что Данила у нас учится довольно-таки хорошо. Я понимаю, что, как говорится, с него выдавить можно больше, чем дает эта школа. И мы решили школу выбрать посильнее. Потому что эта школа для него немножечко как... Я считаю, слабовато. Считаю, что мало дают времени языкам. В общем, если у ребенка есть способность, значит, нужно дать что-то больше. Здесь у него еще, получается, если его возьмут в эту новую школу, значит, у него еще добавится один язык дополнительный. Это французский. Так он будет учить испанский Костыяново-Валентиано, английский и французский. Вот так вот. Так что будем готовиться потихоньку. Юля еще месяц отдыхает. У Юли учеба начинается с 1 октября. Вот. Вот такие дела. Все, мы будем плавать, загорать. Немножечко порелаксируем. Так как скоро уже Данилу сможет ездить. У него школа... В 9 часов начинаются уроки и до 5 часов вечера. В 5 часов вечера заканчиваются уроки. Пока домой, пока все, ну, то есть на море уже ребенок не сможет поесть. Все, мы отдыхаем. А с вами я уже встречусь дома. Ребята, мы уже приехали с моря. Сейчас будем ужинать. Вот. Юля уже сделала салатик. Там еще кое-что готовит. Так что мы приехали на все готовенькое. Ребята, мы уже сели ужинать. И муж мне налил бокал и вина. Я хочу всех вас поблагодарить и сказать вам огромное спасибо. Спасибо за поддержку, за то, что вы окликнули, за то, что вы мне помогли, за то, что вы мне пишете теплые слова, за ваши лайки, за ваши дизлайки. В общем, спасибо то, что вы у меня есть. И как я и обещала, что когда я наберу свою первую тысячу, я разыграю для своих зрителей небольшие подарочки. Я держу свое слово. Вот сейчас буквально парочку дней, когда я разгребу свои самые такие острые вопросы, которые горят, для того, чтобы чуть можно больше было уделить вам время. И обязательно мы это сделаем. Так что, девочки мои, цок-цок. За вас, будьте здоровы, всем мира, добра и благополучия. Я вас очень сильно люблю, обнимаю за вас. Вот так вот теперь мы будем ужинать. Так что, не забывайте смотреть, ставить лайки. Кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь. Я вас всех обнимаю. И всем пока-пока.